Доброе утро. Великолепно, благодарю вас. Супер-потом. Ну что, доброе утро. 1 января всех наступившим. Я выезжаю из отеля, и пока тут очень много гостей, и машины друг друга закрыли на закрытой парковке. Я решила, что я выйду и наслажусь еще видом воды. Эту вот красивую статую я вам показывала в инстаграме, если вы следите, конечно. Очень красиво, прикольно. Здесь, конечно, очень здорово так, медитативно. Несмотря на то, что чуть-чуть похолодало, голубь нахлоплился, чайки летают. В такие моменты вспоминается Хичкок и фильм «Птицы». Они слишком близко. Кстати, хотела вам еще сказать, вот эта помада Джоли Руша от Clorans, она невероятно увлажняющая. То есть такой холод, вот минус 8, что мне нужно было быть там на улице, где-то гулять, это со мной еще не происходило в этом году. И вот, несмотря на похолодание, просто пользуюсь этой помадой и больше ничего не нужно. И в холоде теперь нам пора двигаться дальше. Город Зеленоградск. Здесь уже на въезде очень много интересных, сохранившихся домов. Например, вот очень прикольный дом. Это улица Ленина. И дальше тоже красивые дома немецкие, которые сохранились. Мы сейчас пойдем на пешеходную зону, посмотрим на сохранившиеся здания. Вообще, в принципе, в Зеленоградске больше делать нечего. Здесь есть море. Здесь можно купаться летом. А так нужно просто смотреть на вот эти красивые здания. Я предполагаю, что это главная площадь с покосившейся елкой. Не, ну, по крайней мере, елка вообще есть. И она, по-моему, полностью натуральная. То есть она вот как была, представьте, реально полностью натуральная елка. Она не из кусочков сделана, она просто из лесу перевезена. Вот такая вот огромная елка. Вау. Почти из веток собирают. Здесь. Она, конечно, неказистая, но зато мега натуральная. Вот. Это охрана города. Название. Город Кранц. Раньше этот город назывался Кранц. До войны. Кошечки греются. Ну, потому что холодно. Это я смотрю, что они тоже тут на подаяниях наели себе лица. В общем, это курортный проспект. Я сразу вспомнила курортную конфету с ананасиком. Ну, на самом деле на улице довольно-таки неплохо, хотя я уже тоже проследилась множественно от холода. Это грязь, водолечебница здесь у меня. Вот тут вот. Там так было написано. Вода, грязи, лечебница. Вот она и дальше по указателям бювет королевы Луизы. Здесь вот такие прикольные витражи с птицами. И в интернете можно найти такую прям очень красивую фотографию. Такую тыщ-тыщ на самом деле. Ну, она все довольно просто выглядит. В доме это даже с часами водолечебница. Это грязи. Грязь, водолечебница. Так, тот самый бювет, на котором гульки греются. На солнечной стороне. Красиво здесь. Такой променад. На солнце здорово очень. Бювет королевы Луизы. Минеральный источник, между прочим. Набережная. Она такая большая. Сразу тут море так слышно. Кормление уточек. А вон там, вон на воде тоже их очень много. Такая вот набережная здесь прикольная, широкая. И, кстати, люди гуляют так здорово. 1 января. Никто не спит лицом в салате и все такое. Очень здорово. Все на улице, все гуляют, кормят уточек. Какое-то такое очень приятное создает впечатление. Песочный пляж. Честно говоря, мне кажется, я впервые вижу замерзший пляж. Реально, чтобы был лед на пляже. А еще, конечно, получается, люди ценят то, что они живут у моря или приезжают к морю. Все фотографируются. Жируш тут лежит. При таком освещении, конечно, не очень будет видно. Какой-то серый бальтийский тюлин. Да, здесь прямо джим под открытым небом. Фитнес-центр. Воздух минус 7,1. Вода 5 градусов. Зимнее приключение небольшое. Ну и, пожалуй, все. Пора ехать уже в цивилизацию и пить кофе, потому что я сном плачу на улице, потому что ветер поднялся. Доровась только тем, что идти на вырок и треба сделать что-то новое и что-то новое. Воду упадания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова